Более 25 тысяч старооскольских школьников сдали цифровое ГТО. Так называется региональный чемпионат на знания компьютерных программ, алгоритмическое и логическое мышление. Проект считается самым масштабным в России тестированием IT-навыков детей. Ребята, показавшие лучший результат, приглашаются в специальный образовательный лагерь. Школа номер 40. Кабинет информатики. Сосредоточенные взгляды в монитору, звуки клавиш и шелчки мышкой. Восьмиклассники сдают цифровое ГТО. Заставило меня подумать о 11-е задании, где нужно было из цифрового кода собрать слово. Там, получается, оно затруднило меня из-за того, что там были огромные цифры наподобие 9 миллионов 700 с чем-то тысяч. Из-за этого было тяжело, потому что нужно было потом его перевернуть и составить слово «монитор». Интересно проверить? В принципе, да, интересно. Ну, потому что это проверяет как бы твою цифровую грамоту по сравнению с прошлым годом. Из-за этого не ставится оценка, поэтому легко. Ученица восьмого класса Анастасия Волокитина сдаёт цифровое ГТО во второй раз подряд. С компьютером дружит. Планирует связать жизнь с IT-сферой. В принципе, даже совпадает немного со школьной программой, так что, в принципе, не слишком сложно. Лёгкие – это, наверное, скорее всего, когда надо было просто, например, провести робота или выполнить какой-либо алгоритм, сделать с координатными точками, в принципе, не слишком сложно. Я вообще хотела бы работать со сферами IT-технологий. Они очень интересные, актуальные. То есть, многие люди сейчас интересуются IT-технологиями. Они возросли, возросла потребность в людях, которые разбираются в программировании. Уровень компьютерной грамотности определяют среди учащихся с первого по одиннадцатый класс. Проект инициирован Министерством цифрового развития области как часть непрерывного IT-образования. На мой взгляд, данная акция положительно отзывается в сердцах детей. Даже если у ребёнка затруднения с информатикой, он всё равно приобщается к этому. Он в процессе урока проговаривается, что IT-специальные сейчас востребованы, что они актуальны, как никогда, особенно в наше время сейчас. Поэтому многие даже ранее углубленные, не изучая информатику, заинтересовываются и продолжают обучение. Учащиеся восьмых-десятых классов, показавшие наилучшие результаты, пройдут в отборочный этап. Финалом станет летняя IT-школа для 240 победителей. В специальном лагере пройдут образовательные интенсивы, мастер-классы, IT-лектории. В течение смены школьники разработают авторские IT-проекты. Экспертами, менторами, техлидерами выступят ведущие представители IT-сферы Белгородской области. На базе Белгородского профессионального образовательного учреждения, где они будут изучать основы программирования, логического конструирования. Ну и уже по опыту, зная, когда дети наши возвращаются, они находятся в полном восторге от тех знаний, которые дают им там вне программы. Летом 2021 года 15 учащихся и 5 педагогов стали участниками IT-лагеря летнего. В этом году Староскольское управление образования надеется на улучшение результата как минимум в два раза.